В сырую погоду можно было сюда вставить туфельки. Практично, значит, красиво. Босоножки пролетарского цвета в резиновых колошах. Обувь тогда в дефиците. Так, лаковые туфли и вовсе считались роскошью. Но, как ни странно, в скромном Советском Союзе настоящие модницы предпочитали яркие цвета и формы. Мода до военного времени — это платье в цветок с ярко выраженной талией, с расклешенной юбкой. Также характерная черта — красный цвет, в том числе и в аксессуарах. Моды на спорт, тренды в одежде. Еще долго после Олимпиады 80-го года эмблемы игр будут на рядах. Ну а 80-е годы — это, конечно, смешение стилей. Хитом становится джинса. Куртки, юбки и, конечно, знаменитые варенки. Одежда создавалась не только на фабриках, но и дома модницы умело шить и кроить. Стиль советской дамы развивался по своим законам, догоняя зарубежные тренды, иногда черпая вдохновение в образах любимых героинь фильмов. Так, Верочка из служебного романа уже символ эпохи. А сама Людмила Прокофьевна — пример того, как менялся внутренний мир женщины с изменением стиля. Сзади подберитесь, спереди в себя живот. Как, или там, или там. Делайте, что вам говорят, все в себя. Первый помощник модницы — журнал «Бурда». Здесь можно было найти не только выкройки и модные идеи, но даже советы по красоте и кулинарные рецепты. Все как в современном глянце. Мои подружки, слава богу, разбираются в моде. И журнал «Бурда» смотрим ежемесячно. Прическа-то уже готовая. Мода на прическе меняется вместе с нарядами. Так, сегодня кудри не в тренде. Цвет волос лучше натуральный, легкая укладка, как будто ее и вовсе нет. Сейчас в тренде естественные природные стрижки, формы стрижки в моде. И в том числе окрашивание волос, естественные оттенки. А вот в одежде нынешней весной наоборот преобладают яркие цвета фуксия, фиолетовый, ультрамариновый, синий. В тренде юбки любой длины. Мини снова в моде, кстати. С фасонами это, наверное, более какие-то свободные, более прямые. То есть тоже нет ограничений, потому что мода сейчас очень разнообразна. Известно, что модные дизайнеры платят большие деньги фотографам, которые снимают людей на улицах. Прохожие диктуют тренды, а значит и каждая из вас. Альбина Аслагараева, Марат Зайдулин, ТНВ «Казань». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова